Сотрудники телеканала «Самара ГИС» собственным примером решили призвать горожан поучаствовать в генеральной уборке города. Вооружившись граблями, метлами и мусорными пакетами, вышли на вверенную территорию. Собрали несколько мешков мусора и вдруг в самый разгар работ случилось непредвиденное. Ребята, идите сюда, я что-то нашла! Ну я на не советских времен, да, постарше. Что делать? Мы поднаты или что-то? В такой удачу монтажер телеканала «Самара ГИС» Ольга долго не могла поверить. Смеется, обычно наоборот все теряет, а тут вдруг находка, да еще какая, настоящее столовое серебро. Сегодня вышли на уборку, я, честно говоря, вообще в шоке, что здесь можно что-то найти. У меня такое подозрение, что ложки какие-то действительно дорогие. Я очень удивлена. Откуда взяли серебряные ложки в кустах и серебряные ли они, остается только гадать. Чтобы определить ценность находки, мы обратились к известному краеведу-историку Михаилу Перепелкину. Находка поразила его до глубины души. До сегодняшнего дня опытный историк был уверен, подобные открытия остались в прошлом. И то, что было спрятано дедами и прадедами, давно обнаружили любознательные внуки и правнуки. Мне кажется, что это начало 20-го или, может быть, даже конец 19-го века, эпоха модерна. Совершенно потрясающие ложки. Можно только гадать о том, какая у этих ложек была судьба и почему они оказались спрятанными. Ну и, конечно, специалисты должны сделать свои выводы. Наверное, как мне кажется, это серебро. Какой проба это серебро? Может быть, определить завод? Ну и я думаю, что любой музей был бы просто счастлив вот такой вот бесценный экспонат иметь в своей коллекции. Мы решили не отдавать драгоценную находку в музей, а оставить ложки в телекомпании. В обед после съемок будет очень приятно почувствовать себя графами и графинями и пообедать с серебряными приборами. Генеральная уборка города продлится до конца месяца. В ней могут принять участие все желающие. Поторопитесь, может, и кого-то из вас под кустом поджидает открытие. А если нет, чистота и порядок станут отличной компенсацией потраченным усилием. Мариана Мирная, Сергей Баскин, Дмитрий Мешканцов. События.